МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшнем посяжении Гомельска Аблвы-Канкама разлежена ситуация у экономицы региона. Амаль 80 миллионов долларов притягнутых инвестиций, больше 5 тысяч прационных мест на новых вытворчастях, рост экспорту товаров амаль на 25% и становучая сальда з внешнего гандлю. Пакашчики, якие ящо у початку минулого года сдавалися проблемными, оказалися выканальными и навод перевыкананными. Бадай самоасновный валовый региональный продукт, який найбольш полно адлюструвывая ситуацию у экономицы, 103%. Гэта амаль на 1,5% больше, чем плановалося. У гэтым годзе планы ящо больше значные. Досягаць их меркуецца як праспрытягнение инвестиций и открытие новых предприемств, так и изменшением добиторской запазыченности. Представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Беларуси Жан и Бушарди сёння знаходится с рабочим визитом у Гомелі. Он сустрылся с переселенцами и беженцами у Градским центры социального обслугования, сямьи и дятей. У основным гэта былые же хары Украины. Так само присутничали переселенцы Сирии и Йемена. Обмерковывалися самые розные проблемы, з якими приходится сутыкацца гэтым людям. У першу чаргу – праца уладкованне и аплата жилья. А кроме того, была закранута тема новых социальных проектов, які стартуют сё лета. У приватности – поляпшение умов для знаходжения переселенцев у центры социального обслугования, сямьи и дятей. У вёсцы Асаревич и Брагинского района по зимовых в улицах гуляя бусил. Правда, моцных морозов птушка не любит и хавается от них у будынку. Мясцовая же харка Ирина Сафронова, у якой посялился бусил по мянушцы Буся, кажа, што вельми спадзявалася – в осень ню ён разом з іншыми птушками накеруецца ў тёплые краины. Але па некіх прычынах гэтага не здарыласся. При плюсавых температурах бусил звычайно здесняя падарожы павёзцы и яя новоколли. Причым, каля дорог, дзе птушку частуюць аутамабелісты, яна рухаецца выключна па обочыне і ніколі не стварая проблем водителям. Сё не адзначаецца Татьянин дзень. Ушановуюць святую Татьяну і ў православным светі, і ў студэнскім асяродзі. Будучая святая жала больш як паутары тысячы гадоў таму ў Рыме. У яе гонар 25-го студеня царква ўстанавіла як дзень памяті святой. Важным фактам ў історії стала і той, што 25-го студеня 1755-го года ў Расіі з'явілася першае ВНУ. Так, гэты дзень став днём студэнтаў, заступніцей яких с таго часу лічыцца святая Татьяна. У Гомельскай в області гэты дзень адзначаюць больш як 30 тысіць студэнтаў. А ва ўсіх дзеючых храма храніцца і ў памяті б святой прайшлі ўрачыстая службы. У Гомелі адкрылася выстава, прайсвечанная 230-го дзю з дня нараджэня Джорджа Байрана. Экспозиція працтавлена з фонду рэдкіх выданнів і кніжныя колекція князёў Паскевичаў. На выставі размістіліся сапрауды рэдкія выданні, які святшаць пражыцё і творчаць Джорджа Байрана. Яны змішаюць ілюстрацій радавога майонтка паэта, на іх сторонках распавядаецца праяху жонку і дачку. Так само з проставленых друкованных крыніц можна даведацца абу дзелі Джорджа Байрана ў бітвах за незалежнаць Грэціі і абтым, што ён з'являецца національным гэроем гэтай краіны.